Здравствуйте! Показывала я вам, что купила вот такой красивый синтетический гавлит. И хочу собрать из него чокер. И подобрала к нему вот такой гематит у меня есть. Единственное, что у меня вот этот гематит 6 миллиметров на 2, а гавлит 8 миллиметров, но все равно я решила их соединить. Это такой переливающийся, есть такая нержавейка такого же качества, вот такой гематит. И я решила соединить. Когда я начала подбирать примерное сочетание, видите, мне показалось, что это не очень красиво будет, потому что диски топорщатся сильно. И вот я решила поискать какое-то сочетание, чтобы диски вот так не топорщились. У меня еще есть этот же гематит меньшего размера, вот такой, совсем маленький. Это 4 миллиметра, насколько я понимаю, на 1. Написано у меня где-то на другой бумажке. Вот здесь написано. 6 на 2 и 4 на 1, да. И еще у меня есть вот такой красивый гематит. Он точно подходит под этот камешек одного цвета практически. И вот я решила с ними поиграться. Вот что у меня получилось в итоге. Это мы все разберем. Вот что у меня получилось. У меня еще вот такие красивые цветочки гематитовые оказались. Я сделала вот такой наборчик сбоку будет. И когда я делала между цветочками вот такие наборы всякие, тут вот под цветочек я вставила один кубик золотистый. Таких у меня цветных не было. Золотистый тоже сюда очень подходит. Вот он как раз закрыл хорошо. И сделала такую как бы пирамидку. Поставила маленький диск, покрупнее. Между ними вот коричневый и в обратном порядке. И вот так у меня получилось три цветочка. И уже начала продолжать так же собирать вот эту пирамидку вот здесь. Видите, и диски сидят намного лучше. Намного лучше они сидят. Но когда я вот это все собрала, мне это показалось скучноватым. И вот я сейчас думаю набрать... Сейчас мы с вами попробуем. Вот у меня есть такой же гематит в голубом цвете и такой же гематит в нежно-розовом. Можно сказать, что это просто светлый оттенок вот этого коричневого. И я хочу попробовать набрать такие же наборы, только посредине вместо коричневого гематита вот вставлять такой гематит голубой или бежевый. Сейчас посмотрим, что из этого получится. И если будет красиво, будет поярче украшение. Если получится красиво, может быть, остановлюсь на таком варианте. Здесь гематит еще склеенный. Как вы видите, вот его надо расклеить. И тут никак не отрезалось хорошо. Вот так. Не буду сильно его раскрывать. Попробуем сначала голубой, что получится. Значит, я здесь собираю... Так, я собираю маленький гематит, крупный гематит, потом вставляю вот этот цветной гематит и в обратном порядке. Крупный, мелкий и три бусинки гавлита. Вот так. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Видите? Намного ярче. Голубой немножко выбивается, но я, в общем-то, и хотела, так, чтобы он как-то был поярче, но он, по-моему, слишком яркий. Сейчас то же самое. Попробуем сделать с бежевым. Не так хорошо все закрыты. Не хочется, мне, чтобы они сильно попадали. Так, то же самое сделаем с бежевым. Опять же, мелкую бусинку гавлита. Диск покрупнее, бежевый, покрупнее, помельче и три бусинки гавлита. Вот смотрите, что получается. Вот есть голубой, есть бежевый и есть коричневый. Но коричневый как бы смотрится сам более естественно в этом украшении. Его не видно. А мне же все-таки хочется подчеркнуть, чтобы было видно. И вот я думаю, и бежевый. Все-таки бежевый скучновато. Сделаю-ка я вот этот голубой вот здесь, между цветочками. Посмотрим, что получится. Покажу вам. Мне кажется, что вот этот голубой, а можно поставить голубой и два бежевых. То есть сделать здесь побольше такой наборчик без вот этих цветных, а сделать два голубых, например, и два бежевых. Или голубой. Один, два бежевых, два коричневых. Между цветочками, чтобы был какой-то другой наборчик. Сейчас соберу, покажу вам, что получится. Вот, посмотрите, что получилось. Сейчас, может быть, положу его на серый, то он будет лучше видно. Вот. Может, и не лучше, на руке, может, лучше. Видите, вот этот более такой, как бы, классический вариант получается. Здесь все одного цвета, а это более такой веселый. даже вот можно вот в этом варианте, если сделать вот здесь, все-таки я склоняюсь вот к этому варианту, что темный с краев лучше, этот более пестрый получается. Темный с краев как-то успокаивает немножко вот этот набор и переходит плавно в бусинки. А вот здесь сделать через одно. Одну такую розовую, одну голубую. И будет такой более веселый чокер. этот получается классический вариант, а этот получается более веселый такой вариант. Мне кажется, что у меня и на два хватит материала, потому что у меня еще есть гавлит вот такой мелкий, и я в конце могу проставить и таким гавлитом. И вот будет таких два разноплановых чокера. Один веселый, а один классический. так и соберу их. И покажу вам уже готовый результат. Мне кажется, что неплохо будут оба смотреться. Собрала я оба украшения. Вот так они получились. Одно и второе. И хочу показать вам, я не сама придумала это, подсмотрела на Алиэкспресс, но стоит это дорого. Я не считаю, что нужно тратить деньги на удлинительную цепочку, которую они предлагают. А они предлагают просто вот посредине обычной цепочки поставить еще два или одно колечко. Потому что иногда вот наш замочек, например, может не войти в цепочку. Потому что я крупный замочек поставила, и он в эту цепочку не очень входит. Входит, но с трудом. И поэтому я делаю вот такое вот дело. Я прикрепляю цепочку к украшению. В конце я ставлю тоже колечко, никакого там особого декоративного элемента я не ставлю. Ставлю колечко. Цепочку одеваем на украшение. как легче мне через колечко. Вот так хорошо поправляем, чтобы колечко было хорошо закрыто, что у меня сияет сильно в глаза ничего не вижу. Вот так все вроде нормально. Так, а теперь вот здесь посредине раскрываем эту цепочку или раскусываем как кому удобнее, но она у меня раскрывающиеся, поэтому я ее раскрою. Этот элемент могу выкинуть в принципе, но я его закрою назад. Вот так закрою назад. Хорошо, проверяешь, он был закрыт. И теперь сюда вставляю колечко сюда вставляю еще одно колечко. Вот так, вставляю сюда колечко и на это же колечко одеваю второй кусок цепочки. Вот так. Темную камеру хорошо поправляю все опять же вот так и вот видите у меня получалось колечко посередине цепочки и сейчас легко закрыть или в начале цепочки или вот здесь середине или в конце цепочки это украшение. Вот так. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До новых работ. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и написать в комментарии. субтитры субтитры